Всем городам на войну с мусором. В минувшие выходные на территории областного центра прошли порядка 60 субботников. Бой остаткам зимней грязи дали по самым скромным подсчетам более двух с половиной тысяч ивановцев. В каждом микрорайоне местные активисты организовали площадки с инвентарем. Присоединиться мог каждый. Навести чистоту на территории 41-й школы, а заодно и прилегающего к ней парка Харенка, предложило руководство образовательного учреждения. К благому делу присоединились больше 300 человек. Это наши школьники. Порядка 14 классов мы пригласили, отозвались на нашу акцию. Также родители вместе со школьниками. Мы также приглашали муниципальные учреждения, потому что мы сегодня берем не только территорию нашей школы, мы берем улицу маршала Жаворонкова, первую лагерную, вторую лагерную, третью лагерную, муниципальные учреждения, детский сад номер 67, 172 отозвался, 12-й сад, муниципальные учреждения «Восток», сеть магазинов «Пятерочка», молодежный центр, сеть магазинов «Высшая лига». То есть вот мы таким вот решили отрядом провести вот такую акцию, чтобы убрать всю нашу территорию, особенно ту территорию, по которой ходят наши дети. Для школьников постарались создать все условия для того, чтобы это не воспринималось как повинность, а было веселым и интересным времяпрепровождением на свежем воздухе, под хорошую музыку и в компании одноклассников. «Я считаю, что школа – это наш второй дом, а так как в доме надо убираться, чтобы он был в чистоте и порядке, поэтому здесь собрались, чтобы навести порядок и во втором нашем доме. Ну, коллективом проще. Во-первых, это дружнее, во-вторых, веселее. Не один, ну как-то не особо убираться, а все вместе друг друга поддерживаем, помогаем друг другу». Не остался в стороне от коллектива и глава города, который увидел приглашение на «Субботник» на Харенке в соцсетях. «Полезно, когда есть неравнодушные люди и чистое движение. Люди собрались, организовались, завели там интересный аккаунт в Инстаграме, начали всех зазывать. Ну, конечно, мы этому только рады. Или вот Наталья Викторовна, к примеру, собрала всех окрестных предпринимателей, провела встречу с предпринимателями, жителями окрестного района. И, конечно, тоже мы видим, насколько масштабные события можно организовать, просто если есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы наш город стал лучше». На Северном фронте войны горожан с грязью враг тоже капитулировал. Больше тысячи человек присоединились к генеральной уборке в Пустошборе. Организовал ее местный ТОС. Поддержали местных жителей депутата городской думы, предоставив, кроме руки помощи, также инвентарь и мешки для мусора. «Здесь по большей части населения все-таки либо военные, либо бывшие военные. Поэтому они привыкли к четкости, слаженности. И сами же живут в этом районе. Это стадион одно из любимых мест отдыха. И в любое время года зимой здесь на лыжах, коньках, летом здесь бегают. Лес тоже приносит свое определенное удовольствие». Территорию лесопарковой зоны помогли избавить от мусора военнослужащие, расположенные неподалеку воинской части. Теперь главное поддерживать чистоту. «Чтобы люди ценили то, что у нас есть лес, что есть стадион такой шикарный. Чтобы не выгуливали собак на поле футбольном. Чтобы выходили убирать. Не только тренироваться и отдыхать, но и убираться. Потому что вот этот праздник у нас сегодня грандиозный. Не только детские спортивные игры, но и вот то, что сейчас убирается эта территория. Вот такого грандиозного праздника у нас не было много-много-много лет». Кто работает, тот ест, решили военные. После субботника угостили его участников настоящей солдатской кашей. Так что с чувством выполненного долга и сытости жители микрорайона еще долго не расходились по домам. Были и другие субботники. Может, менее массовые, но тоже достойные уважения. Следующая задача избавиться от пакетов с мусором, образовавшихся на обочинах дорог. Для этого на интернет-портале Иваново РФ создали интерактивную карту. Если отметить на ней участок, с которого нужно забрать мешки, уже в течение пары дней за ними приедет машина. И война с мусором завершится безоговорочной победой ивановцев.